Продолжение следует... Выкладываются на наш YouTube-портал. Выше вы можете видеть ссылочку на наш учебный канал на YouTube. Вот, если пройдете по этой ссылочке, увидите наш канал и в нем плейлист вебинары. В этом плейлисте выкладываются все записи наших вебинаров. Ну что ж, коллеги, те из вас, кто не знает меня, меня зовут Калиников Павел Юрьевич, я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И сегодня тема нашего вебинара – интерактивное путешествие по мотивам произведения Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Ну а объемлющая тема – это «Артотека», это наш проект, наш подписной проект в сети интернет. Перед тем, как приступить, собственно, к теме нашего сегодняшнего вебинара, давайте я вас познакомлю с нашим следующим вебинаром. Это будет последний вебинар в этом году, но не последний вебинар Директ Медиа в этом учебном году. Я хотел бы предварить, пока не описывая полностью, а только сказав общими словами, что в следующем году, в следующем полугодии вас ждет столь же насыщенная программа вебинаров от компании Директ Медиа, как и в прошедшем полугодии вас ждут, как наши внутренние вебинары продуктовые, вебинары наших сотрудников на интересные темы, связанные с электронной библиотечной деятельностью, с электронными книгами и сопутствующие темы, так и темы приглашенных экспертов. Их у нас будет достаточно большое количество. Мы стараемся пригласить интересных людей, которые прочтут вам то, что будет вам интересно. В настоящее время продолжает верстаться наш будущий план вебинаров. Возможно, в ближайшее время я с его первой версией вас в том или ином виде ознакомлю. Ну что ж, коллеги, а сейчас я хочу вам представить наш следующий вебинар. Завтра вебинар тоже проведу я. Будет он называться вот так. Сейчас я скопирую название и ссылочку на него в чат. Тема разработка интерактивного учебного контента. Мы с вами поговорим об программном обеспечении и интернет-сервисах, которые позволяют создавать интерактивный учебный контент. Ну а записаться на этот вебинар можно вот по этой вот ссылочке. И приглашаю вас всех это сделать. Кому интересна тема. Ну что ж, давайте приступим к нашей теме. Сегодняшняя наша тема, она такая, сопутствует с искусствоведением. Хотя, конечно, чисто искусствоведческий анализ может быть не такой уж сильный. Я хотел бы показать вам на примере вот этого замечательного триптиха, как работает такая форма представления контента, как интерактивное путешествие. Ну, давайте, тем не менее, начнем с наших вводных. Да, что, откуда пошел этот проект. Я уже эти кадры тем, кто у меня был на предыдущих вебинарах показывал. Сейчас пробежимся буквально быстро по этим кадрам. Особо не останавливаемся на них. Артотека – это подпроект большого проекта, который называется «Артпортал. Мировая художественная литература». Этот проект является почти полностью свободным, за исключением некоторых функций своих. И вот в этом проекте есть, если вы перейдете по вот этой вот ссылочке, перейдете на «Артотеку». «Артотека» – это наш подписной, да, ну вот тут габаритные параметры нашего «Артпортала». Это десятки тысяч изображений, более полусотни тысяч, там, шесть тысяч авторов. Произведения из трех тысяч музеев представлены. «Артпортал» – это открытый проект, в котором присутствуют изображения живописи, скульптуры, графики, другие произведения искусства, архитектуры, которые можно использовать для своих целей. Мы считаем этот проект учебным, потому что никакая, ну не то чтобы никакая, но учебная деятельность сейчас тоже не обходится без иллюстративной базы. И вот в качестве этой иллюстративной базы мы предлагаем вот этот вот «Артпортал». Одно из качеств «Артпортала» является большое количество произведений в хорошем качестве, то есть те произведения, которые можно увеличивать и приближать достаточно близко, без ухудшения его качества. Ну и вот на одной из таких картинок я хотел бы показать, вот это с достаточно большим приближением, если вы можете посмотреть произведения Александра Иванова, Иванова, точнее, «Явление Христа народу». Вот, наверное, в таком сильном приближении вы его не могли даже в Третьяковке понаблюдать, можно еще сильнее его приблизить. Вот вы, например, можете увидеть здесь вот людей, изображенных за лесом далеко. Вот, вряд ли вы когда-нибудь обращали на эту деталь внимание, она может быть второстепенная, но разглядеть ее в Третьяковке очень-очень трудно, даже если подойти к произведению вплотную. А вот здесь это произведение дано в таком хорошем качестве. И более того, очень похоже я об этом поговорю, одно из наших интерактивных путешествий посвящено тоже этому произведению. Собственно, артотека. Вот мы перешли в окошечко, посвященное артотеке. И здесь мы видим такую мозаику из наших проектов. Если вы подписаны на наш сервис, то любая из этих мозаик ведет к отдельному арт-проекту, который можно посмотреть. Кроме того, что это подписной сервис, существует 4 проекта свободных, в свободном доступе. Сейчас я чуть-чуть подробнее о них расскажу. Их можно посмотреть прямо сейчас, чтобы понять, что из себя представляет, собственно, артотека. Общее положение артотеки. Что такое артотека? Артотека содержит в себе ряд проектов. В настоящий момент уже количество таких проектов приближается к 35-40. Проекты возникают в этом разделе раз в две недели. Новые появляются. Каждый проект представляет собой достаточно полное описание какой-то темы, содержащие достаточно обширные тексты. Ну, вообще, проекты бывают разные, и соотношение текстов и изображений тоже различно. Но, как правило, достаточно обширные тексты. Обширный набор иллюстраций от нескольких десятков до полутысячи и даже более изображений в разных проектах у нас. Ну, и все это подкреплено интерактивными и мультимедийными элементами различными. Иногда роликами, иногда интерактивными осями времени, таймлайнами. А вот в нашем случае, в том случае, который сегодня я буду демонстрировать, это так называемое интерактивное путешествие по полотну, по изображению высокой четкости. Даже можно его называть гигапиксельным изображением, хотя не во всех из таких изображений гигапиксельное разрешение, но близкое к гигапиксельному. Что такое гигапиксельное разрешение? Это значит разрешение примерно размером 30 на 30 тысяч пикселей. То есть огромное изображение. Для примера изображения вашего монитора HD, если брать, то это примерно 2 тысячи на тысячу. Ну, примерно соотношение, не называя точные цифры. То есть можете представить, что это примерно 15 ваших мониторов по ширине и 30 мониторов по высоте. Вот такие размеры этого изображения, если их давать в полном разрешении. Ну, вот какие у нас есть проекты. Прочту только некоторые из них, которые есть у нас. Это «Явление Христа народу», «Интерактивное путешествие», «Босх», о котором мы сегодня с вами поговорим. Дальше идут проекты такие, они появились в самом начале нашей артатейки. Это по странам, искусство Египта, искусство Китая, по жанрам, искусство скульптуры, пейзаж, искусство Японии. Некоторые проекты посвящены конкретным личностям, например, великому архитектору и скульптору Бальтазару Нойману. Целых два проекта посвящены искусству возрождения, разделены на две части, итальянское возрождение и северное возрождение. Ну и есть тематические арт-проекты, такие как «Образ Христа в европейском искусстве». Это вот один из самых насыщенных наших проектов. В нем более полутысячи изображений, восемь тем. И, кстати, это свободный проект. С ним вы можете ознакомиться на главной странице артотеки. Далее такой проект, как «Образы Италии», посвященный в основном архитектуре итальянской. Про пейзажи я говорил. Ну и интерактивные альбомы. Это вот такие вот мультимедийные лонгриды, как сейчас говорят. То есть длинные сверстанные странички из текстов и мультимедиа, посвященные либо отдельным музеям, либо отдельным писателям, либо художественным группам. И вот уже достаточно много тоже таких альбомов по художникам. Валентин Серов, Веласкес, Брюлов, Рембрандт, ну и многие другие еще не названные здесь. По музеям галереи Уфицы, Третьяковская галерея, Дрезденская галерея, Каирский музей, Лондонская национальная галерея, Лугвр, Метрополитен, Музей Дорса, Музей Прада, Рейкс-музеум. Ну и тоже не все здесь музеи освещены, есть и другие тоже. Так что вот вкратце о составе артотеки я вам тоже рассказал. Ну и вот с какими открытыми проектами артотеки можно познакомиться. Один из первых наших проектов это «Искусство Китая». Сделан он по технологии такой вот интерактивного бесконечного холста или интерактивной карты, когда по всему вашему экрану разбросаны отдельные изображения, которые характеризуют группы по времени связанные или по какому-то иному принципу. И выбирая их, вы выбираете группу, которую можно посмотреть подробнее, рассмотреть, рассмотреть ближе и почитать подробнее. Второй проект от артотеки «Открытый» это книжная миниатюра, очень один из любимых моих проектов, хотя из ранних содержит пять разделов, около полутысячи иллюстраций, пять интерактивных таймлайнов. в нем не только иллюстрации, знакомые нам по европейским книгам, но и такие замечательные иллюстрации книжной миниатюры, как индийские иллюстрации, персидские, армянские, древнеармянские, сирийские, ну и разумеется, очень много средневековой и более поздней книжной миниатюры из Европы. Очень интересный проект, тоже посмотрите его. Третий открытый проект это образ Иисуса Христа в европейском искусстве, вот как я вам говорил, это самый обширный наш проект, 517 иллюстраций, 8 интерактивных таймлайнов в 8 разделах, ну конечно богатейший материал, просто потому что это еще конечно не весь материал, который можно было представить здесь тысячи произведений посвящены библейским сюжетам, особенно в европейском искусстве, мы выбрали лучшие и вот на этом примере вам представляем. да, ну вот так его обложка выглядит, вот так выглядит интерактивный таймлайн, то о чем я говорил, все изображения поделены по группам, а в группах они представлены в виде вот такого вот слайдера, который имеет кроме возможности переходить вперед-назад, еще ось, ось времени, на котором располагаются эти произведения по принципу по принципу когда когда были написаны те или иные полотна, да, здесь можно увеличить уменьшить масштаб, либо выбрать непосредственно какое-то произведение по его вот этому шильдику, переместиться вправо-влево по оси, то есть это вот такой вот интерактивный способ представления как развивалось искусство во времени. Ну и последний из открытых проектов это интерактивное путешествие по полотну явления Христа народу. Я на кто из вас был на прошлом вебинаре, я о нем рассказывал более-менее подробно. Ну а те из вас кто не были, могут воспользоваться ссылкой располагаемой в нашем окне, которая называется общедоступные ресурсы. Да, я совсем забыл сказать, что обычно в начале вебинара я предваряю, но сейчас вот что-то не сказал. Я думаю, что большинство из вас видят справа от себя окошечко под названием ресурсы. Если кто-то не видит, то это окошечко можно включить или выключить посредством кнопочки, которая располагается примерно здесь. Ну, может быть чуть-чуть в стороне. Обратите внимание, в правом верхнем углу есть ряд иконочек. Среди них есть такие иконки, как поднятая рука, смайлик и третья по счету иконка, это вот та, которая вам нужна, это иконочка открытой и закрытой папочки. Если на нее щелкать, вы можете открыть окошечко ресурсы и в этом окошке вы увидите те ссылки и те файлы, которые вы можете скачать и те ссылки, которыми можете воспользоваться. Вот там есть ссылка на это интерактивное путешествие. Давайте я его скопирую. Кто не был на прошлом вебинаре, можете посмотреть на него, как это выглядит. На мой взгляд, не менее интересное путешествие, чем то, о котором мы сегодня будем с вами говорить. Вот это, оно полностью открыто. Вот его обложечка и вот примерно так выглядит. Давайте на этом примере как раз рассмотрим, что из себя представляет интерактивное путешествие. интерактивное путешествие по какому-нибудь художественному полотну это подробное рассматривание различных объектов на полотне с комментариями и возможно с сопутствующими медийными объектами, такими как в данном случае эскизы. вот как видим вот этот кусочек он не полностью повторяет то, что здесь изображено и вот например вот этот персонаж да он превратился вот этого персонажа в данном случае вот интерактивное путешествие оно оформлено вот такими медийными материалами. иногда тут располагается видеоролики могут располагаться звуковые материалы и так далее много разных много разных вариантов иногда просто комментарии такие вот интерактивные путешествия по известным полотнам они становятся возможными по мере того как в общественный доступ попадают материалы о этих вот полотнах в сверх высоком разрешении этим занимаются многие компании в частности компания Google которая оцифровывает для своего забыл как называется их проект но не важно оцифровывает по всем музеям ездит со своим оборудованием и оцифровывает в очень высоком качестве мировые шедевры выкладывает их у себя ну а умельцы их потом оттуда забирают и выкладывают в открытый доступ несмотря на то что компания Google не очень хорошо к этому относится но никаких правовых аспектов у нее нет защищать эти изображения высокой четкости потому что практически во всех странах мира точное подетальное изображение художественного произведения не является собственным объектом авторского права поэтому вот такие вот изображения в частности лежат в Википедии и их можно использовать в частности для таких вот интерактивных объяснений да хочу сказать что вот такие вот интерактивные путешествия они сразу продают иное качество произведению о котором идет речь потому что повторюсь даже присутствуя в картинной галерее и может быть часами вглядываясь в картину вы не рассмотрите столько деталей сколько дает такое интерактивное путешествие это верно и для такой как правило это верно для тех произведений которые насыщены деталями да не все конечно произведения таковые есть например крупные портреты на которых и так все можно разглядеть в картинной галерее но ряд есть таких ряд произведений мировой классики которые таковы вот одно из них это явление Христа народу на котором несколько десятков персонажей и еще наверное несколько десятков элементов пейзажа которые стоило бы рассмотреть отдельно да ну и конечно то о чем мы сегодня будем с вами говорить о босхе это сад земных наслаждений это самый самый известный тритих иройнима босха который существует он насыщен деталями наверное ну не могу сказать вообще за за общий мировой изобразительный контент да но на мой взгляд это наиболее из известных художественных произведений наиболее насыщенные деталями произведения изобразительного искусства ну вот я создал по этому произведению два интерактивных путешествия я понял что на самом деле еще с десяток можно сделать были бы только адекватные комментарии потому что как мы сейчас познакомимся на самом деле комментировать босха можно как угодно и до сих пор люди искусствоведы не пришли к единому мнению по поводу всех символических изображений которые он создал вот и вот только по этому полотну наверное можно создать десяток таких интерактивных путешествий я вас сегодня кратко с чем-то чуть подробнее познакомлю с двумя да я хочу отметить что в конце нашего вебинара я вам дам ссылку на вот то самое о чем буду сейчас говорить вообще говоря это наш закрытый проект то есть мы он не является открытым в числе тех четырех но мы его ссылку на него мы тоже иногда распространяем просто для того чтобы сильно заинтересованные люди посмотрели бы и тоже могли бы оценить наши проекты наши проекты от отеки итак значит вот вот такие вот небольшие габаритные параметры нашего интерактивного путешествия это два путешествия интерактивное одно из них это традиционный обзор полотна так более-менее традиционный на самом деле обзор полотна его основных сцен рассказ о некоторых подробностях связанных с историей написания полотна в привязке к тем сценам которые изображены на нем и второе это такой более легкий но зато более насыщенный да первый проект он содержит более полусотни слайдов второй проект более насыщенный слайдами но менее насыщенный комментариями это проект это прошу прощения не проект второе путешествие оно посвящено тем животным которые изображены на этом триктихе ну дело в том что кроме большого количества людей и всякого рода монстров на этом полотне изображено ну просто огромное количество представителей животного мира стаи птиц птицы в увеличенном виде огромное нагромождение птиц мы сейчас этот кадр увидим млекопитающие простейшие какие-то земноводные рептилии и так далее вот все это в огромном количестве содержится на полотне на триктихе прошу прощения это не полотно это изображение на дереве вы знаете я даже сбился со счета вот у нас примерно 200 230 кадров и это только основные персонажи если не считать отдельных зверей в стадах в стаях и так далее в группах вот а вообще если считать сейчас мы об этом узнаем 10 лет если не изменяет память вот на самом деле произведение не такое уж маленькое по размеру это примерно 3 на 2 метра но тем не менее даже вот в этом случае там разглядеть даже если вы приедете в музей праду вряд ли вы сможете разглядеть его полностью вот так вот около тысячи наверное если посчитать каждое каждое отдельное животное около тысячи их там будет ну сколько людей там я не считал тоже несколько сотен и наверное несколько сотен сцен которые можно было бы как-то толковать ну вот вопрос только в том где найти эти толкования и как сделать их непротиворечивыми потому что сколько искусствоведов столько и мнений по поводу этой картины и так всего в этих двух путешествиях около 300 300 слайдов я напоминаю что это слайды увеличенные то есть это приближенное изображение размер вот этого общий размер этот 30 тысяч пикселей на 17 тысяч пикселей произведение слегка вытянутое ну и различные дополнительные медийные материалы их там тоже достаточно много ну и давайте вот вкратце пройдемся сначала в на моей презентации а потом посмотрим как это работает в виде видеоролика видеоролики такие видовые без моих комментариев а комментарии я буду делать по ходу нашего нашего просмотра прямо вот отсюда и так иранимбоск не будем останавливаться на его биографии прожил он 56 лет его центральному произведению сад земных наслаждений посвящены последние годы ну почти последние годы его жизни это с 1500 по 1510 год он уже был состоявшимся художником его знали несколько слов о нем он иранимбоск удачно женился на богатой невесте и получил доступ в высшие круги своего города город где он жил назывался Хертогенбоск гембоск сейчас это Голландия тогда это было герцогство Брабант он состоял в христианском обществе Девы Марии точнее называлось Пресвятой Богородице или по-другому Братство Лебедя и это это членство позволило ему иметь доступ к высоким кругам церковным кругам и иметь заказы от этих кругов и в частности это объясняет тот момент что несмотря на то что произведения Босха вообще говоря они такие не вполне канонические на них изображены такие лица которые и не только лица из сцены которые нам кажутся не вполне христианские на самом деле и даже по этому поводу были сомнения искусствоведов связанные с тем что был ли собственно Босх в душе христианином не состоял ли он в каких-то сектах и так далее вот нет этого ничего не было и эти работы несмотря на их необычность одобрялись католической церковью вот и это вот тоже надо знать смотря на его картины да то есть все-таки все на его произведениях посвящено продвижению христианской идеи а не антихристианской как иногда может показаться из его смакования сцен ада и так далее все это в общем-то идет в общем ключе средневекового искусства хотя конечно и очень много отличительных моментов от того что мы можем увидеть на полотнах других других художников той эпохи ну более того очень часто не зря воск стал очень популярен именно в 20 веке потому что во многом его искусство предвосхитило те явления в искусстве 20 века которые произошли позже это и и дали считал своим родоначальником а то на что он опирался произведения босха и брегеля ну и вообще в произведениях 20 века очень много позаимствовано идей впервые разработанных босхом собственно полотно сад земных наслаждений вот так она вот видите даже если его сейчас откроете на полный экран то все равно оно вам покажется мелковатым то есть детали настолько мелко выписаны что ну есть определенное количество больших их можно сосчитать в больших сюжетах их можно по пальцам сосчитать ну прежде всего вот этот вот сюжет где Господь знакомит Адама с Евой освещает их брак ну и вот несколько больших вот этих зданий фонтан ну и вот эта вот фигура в аду удивительная о которой мы чуть-чуть позже поговорим да непонятная а все остальные они какие-то мелкие и их надо разглядывать причем хочется приблизить несколько раз вот например если вот эти фигуры они еще более-менее можно разглядеть то вот эти вот фигуры уже более мелкие и есть совсем мелкие фигуры вот такие и еще более мелкие изображения вот то есть несколько как будто бы боск рисовал эту картину на нескольких на нескольких масштабах одновременно причем эти масштабы они сочетаются все в одном месте это не просто перспектива что дальние объекты изображены мелкими а ближние изображены крупными ну хотя в общей в общих чертах это соблюдается но только в общих чертах потому что и вблизи можно найти мелкие фигуры и в общем-то не все это так это это не перспектива это просто одновременная работа с тремя четырьмя разными масштабами одновременно без без всякого сопоставления с тем как это будет выглядеть целиком да вот как я уже говорил произведение писалось с пяти с 1500 по десятый год примерно 10 или 11 лет с одной стороны достаточно долго с другой стороны если вспомнить Александра Иванова который писал более 20 лет явления Христа народа то можно понять что подобного рода произведения сочетающие в себе и четкость каждого элемента и огромное количество этих элементов они быстро не пишутся это не просто порыв какой-то порыв гения который взялся набросал за 10 минут а потом за 2 дня довершил картину как это иногда бывало с другими произведениями и другими авторами то есть это произведение которое выписывалось очень и очень долго ну и состоит оно из трех частей в левой части вот здесь вот это некая проекция рая последние последние три дня творения в середине среднее полотно на нем изображено средняя панель на ней изображено собственно то что дало название всей картине это вот земные земные утехи ну и справа это то к чему эти земные утехи ведут это ад и показ сцен из ада да кстати я хочу сказать что сад земных наслаждений это название которое было дано этому произведению уже в 20 веке до этого оно было безымянным никто не знал как называет его босс сам но тем не менее вообще большинство представлений об этом произведении пришло к нам уже в последний век вот то есть об этой картине знали хотя некоторое время вообще надо иметь ввиду что некоторое время имя босс было почти утеряно хотя его картины никуда не девались о нем вспомнили примерно там два или три века назад снова стали его ценить как как великого художника ну и наибольший интерес он вызвал в нашем 20 веке и вот то отношение к нему которое сейчас есть оно сложилось уже за последний век не надо считать что вот всегда он было босс так хорошо помнили и так знали его произведения вот то есть это явление во многом наше несмотря на то что это 15-16 века босс он ближе к 20 веку чем очень очень многие из его из тех кто жил в ту же эпоху да ну вот технологии я вас уже познакомил второй раз не буду говорить вот слева у нас присутствует на каждом слайде увеличенное изображение увеличенное в той или иной мере изображение в той мере в которой нам надо чтобы разглядеть данный объект справа на слайде комментарии и какие-то дополнительные медиаресурсы давайте вот я сейчас делаю то что никогда обычно не делаю на вебинарах просто прочту то что это абзац взят из википедии ну вот это тоже надо знать об этом произведении итак сад земных наслаждений самый известный триптих Иеронима Босха получивший свое название по теме центральной части посвященный и он посвящен греху сладострасти оригинальное название этой работы доподлинно неизвестно садом земных наслаждений триптих назвали исследователи в целом ни одно из имеющихся на сегодняшний день лукований картины не признано единственно верным большинство теорий значения картины развиты в двадцатом веке понимаете это такое произведение которое до сих пор вызывает различные толкования толкований настолько много что свести их в единое целое не представляется возможным и наверное люди еще не одно не одно столетие да ну что касается советских и российских людей да мы познакомились с Босхом относительно недавно действительно Семен Борисович правильно говорит вот итак да вот имейте ввиду что те толкования те пояснения которые даны у нас это одно из толкований из очень многих толкований тут можно было приводить еще очень много разных толкований в частности связанных с алхимией потому что изображены и скрыто различные алхимические знаки средневековые на полотне различные толкования животных и птиц многие из которых вот сейчас уже являются не ну уже не связываются с этими птицами например такие с этими животными такие значения которые раньше с ним связывались все это надо раскрывать показывать это все не так просто на самом деле сам автор насколько я помню ничего я не знаю чтобы от него дошли какие-то письменные свидетельства но были письменные свидетельства людей которые видели эту картину в те же в те же самые времена заказчиком скорее всего был кто-то доподлинно неизвестный насколько я помню заказчиком был видимо кто-то из высоких кругов вот из братства Богородицы кто-то из высокопоставленных церковных чинов скажем так да ну известно что примерно через сто лет нет прошу прощения не через сто лет а уже примерно через двадцать тридцать лет эту картину видели в Брюсселе там она в 2C висела вот и ее описывали те люди которые там были вот ну конкретно об этом один из слайдов вы потом сможете его разглядеть вот то изображение которое редко приводится это триптих в закрытом виде да ну вот это вот триптих он вот здесь вот закрываются створки эти полустворки они полностью закрывают центральная центральную часть и вот когда в закрытом части закрытой части вот такая вот тоже есть изображение это давайте я тоже воспроизведу здесь этот текст в хмурых тонах изображен мир на третий день после того как Бог сотворил его из великой пустоты земля уже покрыта зеленью окружена водами освещена солнцем но на ней еще нельзя встретить ни людей ни животных надпись на левой створке гласит он сказал и сделалось на правой он повелел и явилось это из псалтыри строки ну и соответственно в закрытой части триптих предваряет то что будет потом на открытой итак створки открывается давайте вот несколько кадриков рассмотрим один из кадриков быстро сейчас пролистаем их потом я посмотрим это в виде видео один из интересных кадров с левой части это жираф сам боск вряд ли мог видеть жирафа но скорее всего срисовал его с известных записок путешественника который был в Египте и повстречал там жирафов почти такое же сходство так что скорее всего это было срисовано надо отметить что ряд зверей которые изобразил боск они это действительно звери которых он видел часть из них чисто фантастические а часть из них он просто домыслил какие они могут быть фонтан одно из центральных изображений левой части это вот центральная сцена левой части Адама и Ева и Господь который их венчает на на брак А вот вот здесь можно видеть по этой картине насколько близко возможно приближение надо отметить что вот это само по себе уже приближенное изображение вот так включая кракелюры можно разглядеть это все трещинки вот это полотно центральная часть на ней тоже много интересного есть вот такие вот интересные сооружения розовые очень интересная часть посвящена птицам слева они расположены почему птицы разные очень разные есть объяснения одно из них с одним из них вы можете познакомиться вот такая вот раковина и вот собственно эта раковина впервые была упомянута в записках о том что в 1517 году уже это полотно видели в Брюсселе и тот кто ее видел описал как раз на это полотне вот эту вот раковину правая створка это ад на ней центральная фигура является вот такой вот человек дерева очень очень интересное изображение с ним связана связана такая легенда мнения некоторых искусствоведов о том что вот здесь вот Босх изобразил самого себя что это автопортрет и дескать он иронично смотрит на все все что происходит на его на его на его картине очень интересная часть правой створки триптиха это ноты на на ягодицах одного из грешников с которых играется вот эта адская мелодия и более того вот нашлись люди которые искусствоведы музыковеды которые попытались расшифровать этот музыкальный код если вы сходите в наше наше путешествие вы сможете там есть отрывочек с ютуба где вот сделана попытка расшифровать этот нотный код в виде реальной музыки ну и в самом правом углу произведения это вот итог попытки договора с дьяволом вот сидит грешник рядом с ним свинья в облачении облачении монашки много трактовок почему так существует ну и рядом стоит юрист который договором договор держит в руках внизу на коленях у этого грешника индульгенции которые он купил при жизни которые могут позволить ему избежать ада как он думает да ну и второе интерактивное путешествие это по животным тут не так не такие подробные описания зато много клеем ну не клеим отдельных произведений вот такой вот суслик например лев поедающий антилопу самое интересное на левой части полотна там где рай и там где по идее в раю как известно считается что звери не поедали друг друга так было создано все гармонично но вот боск изобразил здесь льва поедающего антилопу видимо исходя из соображений развития сюжета на правее от от рая вот такая вот интересная сцена где различные земноводные выходят на сушу для человека из 20 века она напоминает что-то связанное с дарвинской теорией да ну конечно боск жил за три века до дарвина ничего не мог знать об этом слева находится сова в раю сова в средние века была птицей связанной со злом и несмотря на то что мы еще находимся в раю сова говорит о том что все будет не так безоблачно и что она потом еще появится правее на земле и в аду а вот такие вот интересные зверушки ими изобилует просто триптих их огромное количество вот они фантастические их придумал боск и что они обозначают сейчас очень трудно понять средняя часть ну тут много много зверей которые реально присутствуют которые мог знать боск свиньи быки лошади пони также единороги которые по мнению средневековых людей присутствовали являлись реальными ну и так далее вот такие вот тоже чудовища похожие на русалок ну и конечно ад тут адское войско на черных вороных конях вот такие вот монстры обезьяноподобные заяц который трубит в рог и на палке у него подвешенный грешник ну и так далее ну и давайте просто чтобы формальности закончить перед тем как я начну вам показывать изображение вот это формат подписки на нашу актотеку для физических лиц а вот формат для юридических лиц в общем не такие большие деньги я думаю что достаточно интересно будет для ряда вузов ну и кроме того для всех учебных заведений культуры и искусств мы на 6 месяцев предоставляем бесплатный доступ к нашему арт-порталу а теперь давайте посмотрим первое ну во-первых давайте я вам сейчас дам все-таки ссылочку на которую вы сможете параллельно тоже смотреть вот я ее делаю доступной вот сейчас даю вам прямо так так да вот она сейчас ее дам прямо чате ну и давайте я запущу наши ролики которые будут которые попробую комментировать ну вот так начинается путешествие можно сразу ткнуть по какому-то горячей точке и попасть непосредственно в то место где хочешь а можно листать последовательно про внешние створки я вам рассказал это то что происходило до первые три дня творения горный пейзаж повторяет то что было на внешних створках изображено большое количество животных вот некоторые из них как вы видите я уже показывал вам это цена поедания антилопы львов экзотические животные тоже изображены не всех из них мог видеть коск но например слона он мог видеть на рынке киртогенбосок куда иногда привозили таких зверей а вот жирафа он видеть не мог происхождение этого изображения я вам рассказал он скорее всего взял срисовал его с одного из средневековых полотен не полотен прошу прощения записок из манускриптов каких-то также он изобразил здесь дерево со змеем в правой части левой створки и в центре левой створки находится фонтан который символизирует акт творения вот видите из него это фонтан из него льет вода он весь состоит из каких-то причудливых форм которые очень трудно придумать то есть это явно что-то связанное с творением фонтан стоит на под фонтаном располагаются различные драгоценные камни а внутри фонтана вот сидит вот эта вот сова которая предвещает что-то злое что произойдет дальше на этой картине древние греки считали сову источником мудрости а вот средние века это представление уже ушло о лебедином братстве я вам рассказал это братство богоматери в котором госп состоял ну и вот эта интересная картинка где рептилии выходят на берег ее можно разглядывать очень подробно и на втором путешествии нашим посвященным животным она и рассмотрена подробнее такой вот интересная вещь как драконовое дерево в Европе его не было однако воск тоже о нем узнал скорее всего из записок и дорисовок тредневековых путешественников ну вот здесь в частности рассказано о том что брак заключался в те годы на на всю жизнь церковь противилась так давайте продолжим церковь противилась разводам однако именно Нидерланды были той страной в которой впервые разводы были узаконены ну текст мной взят из голландского источника это перевод с небольшими дополнениями моими так что тут много именно про Голландию вот такой вот грифон изображен на средней части изображения ему противостоит другой всадник скорее всего это какой-то вот этот всадник вот здесь вот вы видите с правой верхнем углу скорее всего это нечто связанное с рейтерскими турнирами в символическом виде возможно тут заключен и какой-то юмористический контекст вот видите очень-очень далеко изображены стада хертоген босс в котором жил босс был городом но тем не менее сразу за оградой начинались поля и леса собственно хертоген босс это и есть герцогский лес в переводе поэтому многие звери и растения цветы из натуры но не все очень много ягод изображено на полотне ягоды являются признаком трудострасти в представлении средневекового да ну а вот исходя из странности сюжетов некоторые искусствоведы в частности вот фраенгер немецкий фраенгер наверное правильно говорить немецкий искусствовед историк искусств предположил что босс все таки был связан с какой-то сектой не был вполне христианином но это никем больше кроме него эта теория не поддерживается вот такое вот очень странное изображение русалок и рыцаря тоже в виде русалки или может быть рыцаря с хвостом рыбы полотно посвящено сладострастью но почти нигде босс не переходит грань дозволенного и только вот в этой центральной части фонтана изображена вот такая вот сцена разврата центральную часть центрального центральной панели составляет вот этот вот круг мужчин которые перед бассейном с женщинами на конях и разных животных проезжают в средневековом представлении вот такой круг он ассоциировался с танцами различными народными танцами такими как майский танец по-моему так он называется когда несколько мужчин танцуют вокруг женщин много таких шотландские танцы ирландские танцы и в Европе вообще они были достаточно известны и вот здесь воспроизводится вот эта вот идея яблоки присутствуют не только в раю но и на центральном полотне но здесь они уже говорят об утолении плотских тростей изображенных на полотне ну вот птицы вот огромное количество птиц некоторые из которых мы можем узнать это например щегол зимородок еще некоторые другие ниже изображена гигантская утка вот одно из таких часто цитируемых фрагментов это вот эти пара в прозрачной сфере которая начинает трескаться которая говорит о том что все непрочно в этом мире и все может закончиться не так хорошо как кажется на полотне среди белых людей изображено достаточно большое количество мавров или как мы сейчас бы сказали африканцев вот для чего они изображены не совсем понятно но представление средневекового человека надо иметь ввиду что люди иного цвета кожи они ассоциировались с грехом и тоже ассоциировались со сладостратием ну вот тот момент о котором я говорил вот это вот раковина человек который несет раковину с двумя людьми внутри нее это вот первое упоминание от римфтихи было связано как раз с изображением вот этой вот раковины цена связанная с изображением или может быть с пародией на куртуазную любовь принцип куртуазной любви в средние века он заключался в том что знакомство в садах разговоры являются хорошим способом для подбора себе пары ну а здесь это в юмористическом аспекте освещено в сатиристическом изображено некоторое количество диких людей покрытых шерстью средневековом представлении такие люди существовали дикие покрытые шерстью и они тоже олицетворяли все что было связано с грехом ну и правая створка это створка ада сверху изображение начинается пожаром в городе надо иметь ввиду что воск пережил в раннем возрасте грандиозный пожар когда его город почти полностью сгорел город в котором он жил вот и это явно отложило отпечаток на всю его жизнь и вот все что связано со днем скорее всего имеет вот такие воспоминания живые если приглядеться а это в большом приближении надо смотреть то на этом на этой части изображена вот такая вражеская армия с предводителем на крысе с предводителем с рогами которые проникают в городки и ворота и захватывают город вот вот очень интересное изображение тоже очень сильно символическое в частности здесь изображен нож с таким значком которые потом часто используют босс и своих других изображений то самое интересное при раскопках в киртогинг боссе были найдены ножи вот именно в такой вот местной почему изображены уши ну например одно из предположений потому что вараму в средние века в виде казни отрезали уши вот это центральная часть правого правой створки человек дерево возможно это сам сам творец произведения вот внутри этого человека вот такой вот кабак дьявольский а на его шляпе гигантская волынька изображена ну а внизу он превращается его в конечности превращается в дерево как я говорил некоторые исследователи предполагают что здесь изображен сам сам воск что он изобразил себя в таком виде ключ в аду откуда он взялся обычно в средневековом представлении ключ был связан с другим ключом тем ключом который апостол Петр открывает двери рая но здесь адский ключ и здесь рай наоборот и здесь ключ является наоборот способом пытки вот на этой сцене изображено в символическом виде извращенное представление о это адская литургия как вы видите вот изображена обладка чаша из которой происходит литургия но все возвращено в адском виде лошадиный череп как напоминание о том что все в этом мире конечно и все приходит к своему логическому завершению большая часть полотна посвящена тому что мы называем музыка ада несколько музыкальных инструментов которые служат не для того чтобы музыку производить а тоже для пыток ну и вот эта вот адская музыка она записана на книге и на ягодицах одного из грешников как я уже говорил были попытки расшифровать эту музыку и ее вы только сможете послушать если подъедите ссылку представление наше представление об аде часто связано с пеклом но не всегда это так было в частности во многих средневековых описаниях ада ад представлялся как ледяная пустыня поэтому вот такие катающиеся на коньках люди и демоны они вполне соответствуют средневековому представлению об аде ну и вот эта вот дьявольская птица которая поедает грешников и соргает их потом в полынью в этой части ада расположены игроки здесь различные виды игр нарты электрик трак которые были известны в европе кости карты и вот здесь результат игры вот видите тут счет подсчитан этой игры на краю стола но игра в аду она всегда играла дни ворота последний вот ролик завершение осмотра заяц который точнее кролик который несет на себе вот этот вот кубик игральный а с другой стороны грешника из которого торгается кровь в виде взрыва такого изображения изображения в зеркале самое интересное что вот этот вот персонаж немного напоминает ту Еву которая была изображена в раю вот теперь вот эта или похожая женщина изображена в аду ну и последняя сцена это договор с дьяволом я уже немного о ней говорил изображены персонажи которые уговаривают грешника подписают договор с дьяволом и вот эта самая индульгенция индульгенции которые вызвали такие такой большой резонанс которые послужили поводом для реформации если вы помните Мартин Лютер выступал в основном против индульгенции но не только эти теннисы у него были конечно и вот здесь изображена отрезанная нога да 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 конечно жутковато на это и был рассчитан эффект отрезанная нога тут мог быть намек на такую средневековую напасть как спорыня или хлеба спорыня если хлеб неправильно был испечен и был заражен спорыни то он приводил к гангрене а теннисов и врачи ничего сделать не могли у человека наступали галлюцинации и только в 20 веке люди научились из спорыни добывать такую страшную вещь как ЛСД и стало понятно почему люди галлюцинировали ну вот собственно и все у нас в компании директ медиа есть еще и книга посвященная Босху вы можете ее электронный образец приобрести но не по этой книге было сделано это отдельное визуальное произведение ссылочку я вам дал вы можете все это посмотреть это а также второе путешествие посмотреть внимательно я думаю что для внимательного исследования этого полотна вам надо будет часа два никак не меньше потратить потому что очень много там сюжетов вот я надеюсь что те кто со мной здесь добрался до конца нашего вебинара получили какое-то представление о и он технологии о которой идет речь и о собственно о самом произведении вот ну я понимаю что наверное я не единственный кто занимался вот здесь вот толкованиями БОСКа но тем более это не мои самостоятельные толкования а скорее вот такое технологическое представление но тем не менее я думаю что вам сегодня здесь было интересно вот и хотел бы сказать что те из вас которые хотят научиться изготовлять такие вот интерактивные картиночки у меня в новом году будут вебинары посвященные этой технологии можете зайти и попробовать вот ну и частично мой завтрашний вебинар хотя конечно в очень кратком виде тоже затронет эту тему в ряду других интерактивных сервисов так что вот пользуйтесь может быть и сами сделайте что нибудь такое в мире есть еще много полотен которые требуют подобного путешествия может быть сами что нибудь сделайте коллеги спасибо большое за то что вы присутствовали на моем вебинаре да триллер конечно но само полотно триллер вы знаете это рассматривать его и интересно и страшно вот и все коллеги встретимся завтра с вами ну может быть с вами может быть с кем-то другим приходите на мой вебинар я думаю сегодня вам было интересно если кто-то захочет показать своим показать кому-то запись этого вебинара будет на нашем портале появится через некоторое время завтра послезавтра я думаю так что можете ее использовать в своих интересах как вам будет удобно спасибо еще раз всем спасибо за то что пришли до свидания до новых встреч на наших вебинарах до новых встреч Продолжение следует...